Украинцы устроили протест возле отдела полиции за смерть Дмитрия Никифоренко. Во Вроцлаве прошел фестиваль вареников мира. После пандемии во Вроцлав вернулся праздник гномов. Осенью планируют открытие Генерального консульства Украины во Вроцлаве. В Польше завершился 30-й экономический форум «Как это было?». А также мы поговорим о других событиях в Польше за последнюю неделю. С вами министерующий Екатерина и это новости in Poland. Мы начинаем! Генконсульство Украины во Вроцлаве откроют в 2021 году. Случится это уже осенью. Есть помещение, в нем сейчас начинается ремонт. Новое дипломатическое учреждение будет находиться на улице Нанкера, недалеко от украинского греко-католического собора. Известно, что Генконсульство во Вроцлаве будет обслуживать три воеводства. Соответственно, уже принято решение о пререспределении консульских округов в Польше. Уже почти решен вопрос о назначении нового консула, который займет должность. На данный момент его фамилия не разглашается. Но есть и определенные проблемы. Открытие действительно планируется фактически уже осенью, но его нормальная работа может начаться позже. В прошлом году президент Украины объявил об открытии Генконсульства во Вроцлаве. По разным оценкам, в Нижней Силезии проживают около 200 тысяч украинцев. Для решения своих вопросов они были вынуждены ехать за 300 километров до Кракова. Во Вроцлаве больше сотни человек вышли на протест под стены полиции из-за гибели Дмитрия Никифоренко. В руках держали плакаты, виднелись украинские флаги. Из букв участники создали надпись «Хотим справедливого расследования». В режиме свободного микрофона говорили об обстоятельствах гибели. Задавали вопросы представителю полиции Камилю Ренкевичу, который находился на манифестации. Для объективности расследования следственные действия проводит прокуратура в сведнице. В частности, из острых вопросов, которые задавали люди, были такие, как для чего полицейские выключили камеру. Распоряжение Министерства внутренних дел обязывает сотрудников перед выездом включить камеру. Это является основанием для отстранения от службы. Спикер сообщил, что следствие должно установить, были ли камеры отключены умышленно. Манифестация состоялась спокойно, без провокаций. Польские, китайские, грузинские, иранские, корейские или индийские вареники. Хотя они различаются по форме, размеру и вкусу, это всеми любимые вареники. На площади Новый Тарк прошел фестиваль пирогов мира, где можно было попробовать различные версии этого одного из самых узнаваемых блюд в мире. На фестивале были повара разных национальностей, благодаря которым можно убедиться, что это кулинарное блюдо не только польское. Польцы любят пироги, стом по-просто помысл, чтобы traфить до каждого отбирца, потому что на нашем фестивале каждый найдет что-то для себя. Будут пирожки готовы, печены, смажены. Что-то на сладкое, что-то на сладкое, что-то меньше, что-то меньше. Есть широкий ваклаж, поэтому, думаю, что этот фестиваль не приходит на так много участников. Мы хотим познакомиться врославян и локальных жителей, просто с всеми кухнями мира, которые доступны на рынке. Не нужно, поэтому путешествовать по целому, чтобы попробовать локальных продуктов данного региону. Помимо красочных вареников, также предлагались другие угощения, в том числе сладкие, такие как различные виды пахлавы. Кроме того, можно было попробовать ремесленное пиво или охладиться традиционным индийским мангаласи. На фестивале что-то для себя могли найти также веганы и любители безглютеновой диеты. Вход был бесплатный. Более 4 тысяч гостей обсудили экономические и социально важные темы во время юбилейного 30-го экономического форума, который проходил с 7 по 9 сентября в Карпаче. В конференциях приняли участие многие важные люди из мира политики, бизнеса и культуры, из Европы, США и Центральной Азии. Экономический форум посетили премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий, а также главы правительств Украины Денис Шмигаль и Словении Янес Янса. Во время каждого мероприятия глава премии экономического форума присуждает награды компаниям и частным лицам, которые значительно поддержали социально значимые действия или достигли исключительных экономических успехов. В этом году впервые была вручена премия президента Брослова «Социально ответственный бизнес». Еще была вручена специальная премия для общества Украины, который получил премьер-министр страны. Также впервые была присуждена Полонская премия экономического форума. Ее лауратами являются председатель Союза поляков в Беларуси Анжелика Борис и член его наблюдательного совета Андрей Почабут. Во Вродслав вернулся праздник гномов. Фестиваль начался в парке Старомейском. В программу мероприятия вошли научные шоу, конкурсы плетения бисером, раскраски, детские зоны с украшением домов, барабанные шоу с артистами, специализирующихся на африканской и восточной музыке. Также для детей было представлено шоу химии, где они имели возможность принять участие в экспериментах под контролем учителей. В конце праздника каждого ребенка награждали воздушным шариком и подарками. Дни были наполнены радостью и детским восторгом. Празднование длилось три дня. А теперь к другим новостям. 10 сентября Польша открыла границу для граждан Украины, которые хотят посетить страну с туристической целью. Украинцы должны пройти 10-дневный карантин. Исключение составляют те, кто вакцинирован или переболел коронавирусом. В Варшаве прошла акция протеста с участием тысячи медиков. Они требовали повышения заработной платы и больше возможностей для отдыха. Накануне инициативная группа от медиков планировала встретиться с главой Минздрава Адамом Недельским, но встреча сорвалась из-за того, что премьер на разговор не явился. На границе Украины и Польши, во Львовской и Волынской областях, а также в Закарпатье, на границе с Польшей и Словакией, планируется открыть 3-4 новых пункта пропуска. Об этом рассказал посол Украины в Польше Андрей Дещица. Вопрос открытия пунктов осложняется тем, что рядом с границей расположены национальные парки. Выпуск наших новостей подошел к концу. Подписывайтесь на наш канал, чтобы оставаться в курсе самых последних событий Польши. Всего вам доброго! Увидимся через неделю! Продолжение следует...